МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии первый заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Министр финансов Михаил Ноздряков. Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Добрый. Михаил Геннадьевич, завершилось первое полугодие 2021 года. Самое время подводить итоги. То есть уже известны окончательные цифры отчета об исполнении бюджета 2020 года. То есть можно сравнивать, можно делать какие-то прогнозы, можно там что-то анализировать. Прошлый год был очень непростой для всех сфер экономики. Пандемия, разумеется, внесла свои коррективы. И наверняка в первую очередь финансовые отношения в бюджетную политику. Были изменения и в налоговом регулировании. При этом особое внимание уделялось чему? Ну, абсолютно. Наверное, с одной стороны, я начну немножко с общего, так сказать, наверное, странно. Вот мы с вами в начале июля обсуждаем итоги 2020 года. Но абсолютно верно вы сказали. С одной стороны, есть достаточно сложная процедура утверждения отчета. То есть мы же в итоге, итогом всего отчета является закон. Закон Чувашской республики об утверждении отчета об исполнении бюджета. Ну, соответственно, вся отчетность у нас собирается. Мы отправляем в федеральный центр в управление федерального казначейства и получаем подтверждение достоверности. И одновременно идет большая работа по формированию закона. То есть рассмотрение на правительстве, работа с контрольно-счетной палатой, с депутатами Государственного совета. И вот буквально в конце июня закон был принят. И абсолютно согласен, что как раз с позиции 2021 года. Потому что понятно, что исполнение бюджета 2020 года – это во многом основа нашей сегодняшней жизни, как мы сегодня расходуем средства. Поэтому действительно тема, несмотря на то, что уже полгода 2021 года прошло, но она актуальна. Возвращаясь к вашему вопросу, в прошлом году достаточно много внимания было уделено совершенствованию законодательства в области налогов нашей республики. Конечно, на этом я бы здесь два фактора выделил. С одной стороны, это сказалось, конечно, пандемия. И нужно было принимать меры по поддержке нашего предпринимательского сообщества субъектов малого и среднего предпринимательства. И здесь было достаточно много решений принято федеральным центром. С точки зрения, вы знаете, отсрочки были данные по налогам, по уплате. Но все, что касалось компетенции нашего законодательства, тоже были приняты ряд решений по снижению ставок, по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество была снижена ставка для юридических лиц. Принимались решения по патентам. Для такой актуальной сферы, как аренда торговых площадей, мы знаем, что здесь была проблема, тоже была дана возможность. Тем арендодателям, которые сдают площади субъекта малого бизнеса, тоже, те, которые предоставят скидку по арендной плате, тоже было предусмотрено на 50% возможность снижения налога на имущество. Вот. Из особенностей прошлого года, в том числе, у нас был с 1 июля введен налог на профессиональный доход. Это тоже, в общем-то, такая интересная инновация. Ну, и несмотря на то, что все-таки антикризисные меры и пандемия, они каким-то образом превалировали по нашим решениям, но уделялось в том числе внимания совершенствию налогообложения в части стимулирования инвестиций и бизнеса. То есть независимо. То есть есть, да, принимались решения... Ну, то есть это было бы сделано в любом случае. То есть одно дело, принимались решения для так называемых пострадавших отраслей, которые были выделены решением правительства, но и одновременно были расширены инвестиционные льготы, распространены на филиалы крупных компаний, крупных компаний. Принялось решение по льготам на постпик-2. И, в частности, по УСН тоже были установлены пониженные ставки для трех видов деятельности. Это обрабатывающее производство, это научно-исследовательские разработки и для тех предпринимателей, кто работает в социальной сфере. То есть я хочу сказать, что очень достаточно большая работа была проведена. И вот как следующий, наверное, важный этап, это уже мы шли следом за федеральным решением, то, что с 1 января у нас отменился единый налог НВД на вмененный доход. И нужно было создать комфортные условия для бизнеса, для перехода на иные системы налогообложения. В частности, кто-то перешел на УСН, кто-то на патентную систему, кто-то на налог на профдоход. И здесь, конечно, очень интересные процессы. Я, во-первых, хотел сказать, что большая благодарность, поскольку была взаимная, очень серьезная работа с предпринимательским сообществом, с торгово-промышленной палатой, с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Активное шло обсуждение. Депутаты Государственного Совета, наше очень активное участие. Мы не раз встречались на разных площадках, обсуждали. Ну, кстати, я помню, и круглые столы, которые были и у нас в прямом эфире, и в интернете. То есть народ действительно очень активно включился. И мы сегодня наблюдаем вот этот переход. И, честно говоря, окончательные выводы еще мы не можем сделать. То есть, да, мы видим, что бюджеты сегодня обеспечены, потому что НВД у нас поступал в местные бюджеты. Вот, поэтому нам нужно было не провалить местные бюджеты, чтобы, так сказать, при этом переходе. Но и с другой стороны, как у нас себя будет чувствовать малый и средний бизнес. Мы сейчас за этим наблюдаем. Вот сейчас вот мы уже получили оперативные данные по полугодию. Значит, мы видим, что очень интересные процессы мы по УСН, если вот сравнить с субъектами ПФО, мы немножко отстаем по темпу роста от, значит, других субъектов. Ну, возможно, здесь сказались, с одной стороны, те льготы, которые мы предоставили. С другой стороны, у нас очень активно стала развиваться патентная система и налог на профессиональный доход. По патентной системе мы по темпу занимаем вообще первое место сейчас. – В округе. – В округе, да. У нас там рост, по-моему, в десятки раз. То есть, видимо, система была не совсем совершенствована, и многие пошли вот с отмены НВД на патентную систему. Там были расширены виды деятельности, пересмотрены условия, ну и очень активно развивается налог на профдоход. Уже более 17 тысяч зарегистрировалось. Это вот, если мы сравнили с соседями, это больше, чем Марийская, Мордовия, Киров, Ульянов. То есть, здесь тоже у нас очень активно развивается. Мы сейчас будем серьезно анализировать вместе с налоговой службой, какие процессы за этим стоят уже в штуках. То есть, какие предприниматели, по каким видам деятельности, куда пошли. И готовиться к осени, к очередной сессии госсовета для того, чтобы, если требуется внести какие-то коррективы в законодательство, мы будем это готовить. То есть, эта работа не прекращается, она продолжается, и мы, в общем-то, постоянно занимаемся совершенствованием нашего налогового законодательства. Насколько я помню, 3 апреля 2020 года, то есть уже 3 апреля, у нас в республике был принят план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утвержденный распоряжением главы республики, вот какие позиции были основными, то есть вот помимо развития и поддержки предпринимательства, и вообще во сколько обошлось нашему, нашей республике, во сколько обошлась борьба с коронавирусом в прошлом году? Да, спасибо за вопрос, потому что действительно время было непростое. Мы помним, это апрель месяц, когда были объявлены длинные такие вот каникулы, майские праздники, в общем, степень определенности была достаточно большая. Нужно было экстренно выработать меры, понять, что происходит, и, конечно, приоритет... Для начала сориентироваться. Сориентироваться, да, потому что совершенно было непонятно. То есть, естественно, мы сделали прогноз, но я говорю прежде всего про бюджет, значит, сколько мы теоретически можем недополучить доходов в случае негативного развития в экономике. Ну и, конечно, до конца предсказать, сколько потребуется расходов, было абсолютно невозможно. Но создать некие резервы необходимо было. Поэтому меры, конечно, приняли. Приоритет, конечно, был прежде всего сохранение жизни и здоровья граждан. То есть, речь шла прежде всего о сфере здравоохранения. Поэтому, как вы помните, пошла работа по организации коек для больных коронавирусом, обеспечения необходимыми лекарственными средствами, оборудованием. Потом стал вопрос всех средств защиты. Доплата врачам. Потом, да, пошли. Ну, это уже федеральные меры. Доплаты, хотя мы тоже точечно доплачивали определенным категориям. И у нас это, конечно, сфера здравоохранения и сфера соцобеспечения. Там тоже свой контингент. Понятно, что нужно было вести речь о сохранении занятости, поддержке занятости. Это было безусловным приоритетом и федерального правительства, и у нас, и поддержка отдельных отраслей экономики. То есть, мы речь ведем о поддержке, о чем мы говорили выше, малого бизнеса. В частности, в нашей республике дополнительные меры были приняты по поддержке агропромышленного комплекса, вы помните. Выплаты на молоко возникли, там расширены были выплаты на приобретение сельхозтехники. Это тоже в какой-то степени поддержало отрасль. В конце года мы выплачивали для того, чтобы поддержать цены на хлебопулочные изделия, субсидировали повышение цены на муку. Обобщая все это, хочу сказать, что все эти меры обошлись для бюджета. Если мы говорим о концентрированном бюджете, это 7,9 миллиардов рублей. Но у нас еще, что касается сферы здравоохранения и выплат, здесь у нас еще в качестве источников были территориальный фонд медицинского страхования и федеральный фонд социального страхования. Если эти суммы сложить, то общая сумма 11,5 миллиардов. Ну, соответственно, максимальная сумма 2,4 миллиарда была направлена на выплаты гражданам. Это прежде всего меры соцподдержки и поддержания занятости. Здравоохранение 2,2 миллиарда. Ну и, наверное, я уже практически все перечислил. Отдельно хотел отметить это поддержку наших муниципалитетов. То есть, конечно, этот уровень тоже был очень важен. А мы, естественно, смотрели, что происходит по республиканскому бюджету, значит, поступление доходов. То есть, понятно, что мы шли от источника. Значит, сколько у нас поступает помощь с федерального бюджета, сколько поступает собственных доходов, исходя из этого лавировали по расходной части. Ну и, соответственно, мы также буквально там в ежедневном, ежемесячном режиме мониторили ситуацию по местным бюджетам. И вот прямыми деньгами мы 400, почти 9 миллионов отдали муниципалитетам на возмещение недопоступивших доходов, поскольку очень многие обязательства висят на местных бюджетах. Поэтому план был, в общем-то, очень своевременно принят. И на самом деле здесь тоже одним из факторов успеха, на мой взгляд, было, конечно, совместное действие всех уровней власти, то есть и законодательный, и федеральный уровень. Здесь у нас, так сказать, ну вот я по финансам скажу, у нас и центральный банк, и казначейство, и налоговая служба. То есть мы очень, на мой взгляд, очень слаженно, и здесь, так сказать, нацелены были на одну задачу местный уровень власти. Ну и, конечно, огромная ответственность лежала на руководителях крупнейших системообразующих предприятий, потому что, конечно, нужно было не допустить остановки этих предприятий, принять все меры по защите, значит, работников. Ну и, естественно, чтобы как последствия не допустить провала для нас, для бюджетной сферы, не допустить провала по выплатам налогов бюджета всех уровней. Кстати, а у нас увеличилось количество льготников, которые имеют право на субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг? Вот за прошлый период, из-за того, что не работали некоторые предприятия, из-за того, что там были выпадающие доходы у людей? Ну, значит, я думаю, что нет, потому что в качестве позитивных, скажем, макро-показателей экономики, да, у нас определенные показатели негативно. То есть у нас понятно, что объективно объем промышленного производства был снижен. Но вот все, что касается доходов граждан, то есть у нас средняя зарплата выросла практически на 9%. Средняя номинальная зарплата. И средняя реальная зарплата, она тоже выросла порядка, насколько я помню, 6%, чуть выше, чем федералы. И каким образом? За счет чего? Все-таки у нас по структуре экономики львиная доля – это обрабатывающее производство. И при всем уважении к малому бизнесу, все-таки основную погоду делают крупные, средние системообразующие предприятия. Я повторяюсь, то есть они работали, значит, они обеспечивали исполнение заказов, контрактов, соответственно, поступала выручка, платили зарплату. Ну и хотя тоже такой фактор не самый определяющий, но полностью была обеспечена и бюджетная сфера заработной платы. То есть ни на один день, несмотря на то, что многие учреждения не работали, вроде культуры, спорта и так далее, но ни на один день мы не останавливали выплату зарплаты, более того, индексировали с учетом указов президента. Поэтому в целом львиная доля, скажем, зарплата, она не только выплачивалась, не было задержек и так далее, но и был обеспечен рост. Ну и по доходам населения у нас тоже, в принципе, доходы населения были сохранены. Поэтому о чем вы спросили льготы, они считаются прежде всего от доходов населения. То есть говорить о том, что резкое сокращение доходов населения произошло тоже не идет. Как в номинальном выражении, так и в реальном выражении доходы населения в целом были сохранены. Михаил Геннадьевич, я уверена, что все, кто нас сейчас слышит, смотрят, у них сложилось стойкое ощущение, что единственное, что происходило в прошлом году, это коронавирус. Единственные наши финансовые затраты и не финансовые затраты – это тоже коронавирус. Но на самом деле это не так? Конечно, кроме всех необходимых мероприятий по антикризисных и противоковидных этих всех, конечно, безусловным приоритетом было исполнение национальных проектов и послание президента Российской Федерации. Что касается национальных проектов, мы хотя вот, когда консолидировали доходы, о чем я говорил выше, то есть отслеживали, мы часть направлений временно блокировали, потому что нужно было приоритетно финансировать отрасль здравоохранения, социальные обязательства. Но что касается национальных проектов, ни на один день финансирование не останавливалось, оно было обеспечено. Чуваши участвуют в реализации 11 национальных проектов. И хочу сказать, что в денежном выражении это почти 12 миллиардов, 11,9 миллиардов рублей в прошлом году было. Но средства, они предусмотрены очень, так сказать, целенаправленно и результативно. В частности, хочу сказать, что установлено в прошлом году было 218 целевых показателей и 232 результата. Вот. Что, ну вот, если оценивать, так сказать, по результативности освоения средств. Ну, по деньгам мы 11,2 миллиарда у нас освоения, часть там есть переходящих. Вот. Но они все сохранены в 21-м году. А в части результативности у нас было не выполнено всего 9 целевых показателей из 218 и 8 результатов из 232. То есть это 3-4% всего показателей было не выполнено. И на самом деле, ну, оценивая, то есть уже не просто, как осваивались деньги, а какой результат достигнуть. Несмотря на такой сложный год, вы понимаете, что и у подрядчиков были точно такие же сложности, потому что они хозяйствующие субъекты, и тоже там люди работают, и тоже были и каникулы, и ограничения. И так далее. То есть были достаточно серьезные объективные сложности. Ну, у нас, можно сказать, что вот два объекта такие, один объект уже вообще давно тянущийся такой проблемный, это филармония, которая у нас вот уже, к сожалению, вот такой у нас с такой нехорошей историей движется, никак мы не можем его завершить. У нас еще возник, мы не смогли сдать в прошлом году вот плавательный бассейн Валикова. Вот он в июне месяце введен в эксплуатацию, то есть получилось, что переходящий. Ну, и у нас некоторые показатели, из таких вот, которые действительно не связаны напрямую с коронавирусом, а косвенно вот с этими антикризисными, ну и объем ведения жилья у нас тоже. Показатели все-таки мы не достигли планового назначения. Все остальные показатели, о которых я сказал выше, они, конечно, связаны прежде всего с коронавирусной ситуацией. То есть это заболеваемость, это рождаемость, смертность и так далее. То есть здесь объективно просто невозможно было в этой ситуации. Никакими деньгами это было уже не решить. Это уже такая вот... То есть это обстоятельства непреодолимой силы. Ну, в общем, да. В этих условиях это уже такие объективные факторы, которые, наверное, невозможно было преодолеть. Поэтому здесь мы можем констатировать, что практически все национальные проекты, они двигались. У нас в рамках национальных проектов всего в прошлом году введено в эксплуатацию 29 объектов капитального строительства. Там и школы, и детские сады, и так далее. Ну, вот о проблемных я прежде всего сказал. Два объекта не были сданы своевременно, остальное все было выполнено. Вообще говоря о социальном блоке всех направлений. Там у нас пять отраслей, включая спорт, культуру, образование. У нас вообще по всем направлениям рост, и очень существенный. Значит, в целом на социальную сферу у нас направлено 49,4 миллиарда рублей из республиканского бюджета. Это рост на 11,2 миллиарда, почти 30%. И по всем направлениям рост. Понятно, что максимальный рост по здравоохранению почти в два раза, по социальной политике 41%. Но если мы говорим по образованию, у нас более чем 600 миллионов рост по этой отрасли. Культура – 600 миллионов рост. Ну и по спорту – 234 миллиона рост. Ну и по культуре это 42%, по спорту – 22%. Ну культура во многом сказала, что год все-таки у нас был юбилейной республики 100-летие. То есть достаточно много мероприятий было. В том числе, вы знаете, ремонтировались и школы искусств, дома культуры, музеи. Поэтому социальный блок, он весь у нас с ростом. Более того, если мы говорим про реальную экономику, здесь практически тоже по всем направлениям рост. Значит, общий по реальному сектору – это 1,5 миллиарда 18% рост расходов. Вообще я хочу сказать, что несмотря на кризисный год, у нас темп роста расходов в прошлом году был очень хороший. По консолидированному бюджету – 23%, по республиканскому – 26%. Ну и если берем основные направления, жилищно-коммунальное хозяйство рост почти миллиард. Вы знаете, что была запущена новая программа капитального ремонта дворов на уровне муниципалитетов. В 2,3 раза у нас вырос рост расходов – это почти 770 миллионов – это малый бизнес. Понятно, что это антикризисные меры. Плюс у нас по программе ИПСЭР – индивидуальная программа социально-экономического развития республики. Миллиард рублей тоже был направлен на малый бизнес. По транспорту у нас оказался почти в 2 раза рост. Это крупный контракт по приобретению троллейбусов, который был закрыт в итоге 68 троллейбусов в этом году. Ну и дорожное хозяйство тоже очень важная отрасль. Дорожный фонд у нас составил 5,5 миллиардов рублей, рост почти на 700 миллионов. Практически все направления с точки зрения поддержки бюджета реального сектора – все с ростом. Если в целом говорить про бюджет, мы по собственным доходам сравниваем себя с соседями, с Приволжским федеральным округом. Мы по темпу роста собственных доходов в пятое место. Депутаты пытались критиковать, что мы хвастаемся. Мы не хвастаемся, просто мы соотносим себя с соседями, чтобы видеть, как мы и на российском уровне, и здесь. И по налоговым доходам мы на третьем месте. Конечно, у нас многие субъекты, особенно которые были нацелены структурой экономики на нефтегазовый сектор, они просели достаточно серьезно. У нас просто структура экономики немножко другая. Ну и, наверное, и меры, которые были приняты, сказались позитивно. Поэтому в этой части – да. Ну и плюс была обеспечена в этих условиях балансированность бюджета. У нас как консолидированный бюджет, так и бюджет республики исполнен с профицитом. Важный показатель. Понятно, что были обеспечены все социальные обязательства, то есть соцвыплаты гражданам, зарплаты. Все бюджетные назначения были исполнены. Поэтому мы считаем, что достаточно уверенно и достойно мы прошли такой непростой год. У нас все-таки была очень существенно оказана федеральная помощь, в том числе и на ковид. У нас рост трансфертов федеральных вырос на 45%. Ну и, конечно, уже управление, более такие наши финансовые вещи, управление госдолгом и потоками денежными. Ну, в принципе, мы таких проблем особых не испытывали. Да, были, может быть, в предыдущие годы более сложные времена, когда мы вынуждены были выходить на заимствование. Кроме того, что мы получали бюджетные кредиты из федерального центра, мы выходили на заимствование на рынок коммерческого кредитования, привлекались у банков, выпускали облигации. Сегодня, в принципе, говоря о государственном долге, это тоже такой важный показатель, так сказать, качества исполнения бюджета. Вот в прошлом году у нас было два таких решения, которые, опять же, федералы нам предоставили. То есть у нас была в сентябре проведена реструктуризация ранее полученных бюджетных кредитов еще на пять лет. Соответственно, у нас высвободилось 672 миллиона в прошлом году, которые были направлены тоже на коронавирус, на борьбу, на антикризисные мероприятия. И это нам еще высвободило 4 миллиарда в ближайшие четыре года, то есть 2021-2023. И в декабре месяце мы привлекли дополнительно еще нам федералы, предоставили бюджетный кредит 1 миллиард 327 миллионов, который сначала был выдан на полгода, сейчас он по решению президента реструктуризирован также, что тоже стало для нас хорошей поддержкой. То есть если мы предполагали, что мы привлечем порядка трех миллиардов коммерческих кредитов, в результате мы привлекли всего 500 миллионов, которые в первые дни января, да. И у нас практически 94% структуры госдолга, в целом госдолг у нас снижен на полтора миллиарда, всего 28% от собственных доходов, и 94% нашего госдолга составляет бюджетные кредиты. Почему это, в общем-то, хорошо? Опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, на сегодняшний день, вы знаете, нам для реализации инфраструктурных проектов сегодня предоставлены федеральным центром новые инструменты, в том числе долгосрочные бюджетные кредиты, 15-летние, на развитие инфраструктуры. Одним из важнейших критериев при распределении этих бюджетных кредитов является уровень долговой нагрузки. Я вот пока цифры называть не буду, но знаю, уже предварительное распределение есть. Благодаря тому, что у республики хорошая кредитная история и невысокая долговая нагрузка, мы вправе были рассчитывать и уже видим, что мы получим достаточно приличную сумму вот этих долгосрочных кредитов, которые пойдут на развитие инфраструктурных проектов в республике. То есть, вспоминая о том, что у нас, о чем я сказал выше, где-то 4 миллиарда реструктуризировали кредитов, которые тоже можно и мы должны направить на развитие республики, плюс еще вот эти новые. То есть, очень хорошая сумма получается для того, чтобы реализовать комплексную программу развития республики и ту стратегию, которую мы в прошлом году, несмотря на кризисный год, разработали, и заложили как основу нашего будущего развития. Поэтому мы все эти источники сегодня финансирования, как сказать, отрабатываем, отрабатываем проекты для того, чтобы обеспечить вот такое поступательное и даже, можно сказать, более динамичное развитие нашей экономики и республики. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был первый заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, руководитель финансового ведомства Чуваши Михаил Инстеряков. Спасибо за внимание. Всего доброго.